Ну что ж, друзья мои, для истории сделаю краткий обзор, не претендующий на что-то большее, чем просто исторический документ, то есть источник информации, который можно соотнести с данными о его происхождении, поэтому я это публикую на своем именном канале, а не на каком-то другом из своих каналов. И, конечно, 19 ноября 2020 года, получается, что уже складывается такая традиция, когда борцы за права мужчин празднуют Международный мужской день кинопоказами, и традиция эта сложилась в этот день. То есть это день начала этой традиции в Санкт-Петербурге, движение отцы страны демонстрировало документальный кинофильм Erasing the Family, Стирая семью. Не помню, был ли там артикль в названии, но вроде бы так. Лучшие ожидания фильм шел с синхронным переводом, однако и субтитры тоже остались. Это из приятного, из неприятного. Ну, во-первых, неприятно, что было очень мало публики. Порядка, я думаю, человек 25 там присутствовало. Вот, несколько женщин, человека 3, ребенка я, пожалуй, если считать с детьми, то было побольше. Очень мало, да, и не было никого, насколько я понимаю, из внешней тусовки, кроме посетителя того места, где мы в итоге собрались. То есть никаких политиков, каких-то других общественных деятелей, которых, насколько я понимаю, приглашали там, не присутствовало. Вот, второй неприятный момент, то, что за час, за два часа, точнее, это событие, изменился адрес сбора. И не было каких-то нормальных объявлений, ни рассылки, ни объявлений в социальных сетях от лица сообщества, не было. То есть, просто один из присутствующих, тот, кто мне отправил, по-моему, первый, не от него я узнал, но, в общем, мой знакомый человек, с которым мы познакомились на встрече с Русланом Дягилевым, он у себя на стене опубликовал такую заметку, без возможности комментирования, адрес переносится, обводный канал 136. Я подумал, наверное, это оно переносится. Попытался дозвониться по телефону, указанному на билете, за два часа, никто не отвечал. Потом я у этого Дмитрия посмотрел на стене, что у него там объявление о встрече с Дмитрием Селезневым. Я подумал, может, два мероприятия будут параллельно в нашем городе. И я прикинул так, что я за час пешком до работы туда дойду. Это, ну, как бы наиболее приятный для меня вариант был. За час я дошел, там было еще четыре человека, кроме меня, потом еще один молодой юноша подошел. Это здание какого-то бывшего газгольдера, видимо. Мы там искали, ничего не нашли, потом стали соображать. И там тоже одному человеку как-то пришла информация вот про этот адрес. А я до этого уже посмотрел, что это красный треугольник, то есть здание, которое раньше полностью занимал резиновый завод. Сейчас я не понял, там сохранилось что-то или нет. В общем, мы туда на двух машинах такси приехали. И по пути были очень недовольны поведением нашего дорогого Рената Шамильевича. Ну, он там такой, типа, ну, вообще как все нормально, билеты показываете. Это неприятно. Я планировал посмотреть фильм, ну, минут десять пообщаться и поехать, потому что у меня ребенок дома. Как потом выяснилось, когда я приехал, он еще уроки не начинал делать. Только музыкой я позанимался немножко. Вот, в общем, фильм я до конца не досмотрел. И, честно говоря, фильм разочаровал тоже. Потому что первая работа этого режиссера, она очень такая сильная. И тут такой момент, когда вы... Ну, не все государства можно критиковать с одними и теми же последствиями. То есть, про Аргентину, про мужчин в Аргентине у нее очень сильная резонансная работа была. И когда я слышал это название «Стирай семью», я думал, что проблема будет поставлена шире. Это проблема философии и права, я бы сказал. То есть, о чем фильм, собственно? Фильм как бы про синдром отчуждения родителя. И там я посмотрел его минут сорок первых. Впечатление такое, что в основном о том, что когда родители решают разводиться и потом вступать в новые пары какие-то, то нет, не выработан как бы механизм учета мнения и интересов ребенка. И в основном об этом, да. Ну и второе, то, что вот эти вот специальные семейные суды, которые существуют в Штатах точно, я не понял, там про Канаду так же было, есть ли у них тоже эта система... То, что это работает очень по-дурацки. И эти ситуации, они приносят страдания, скажем, всем и родителям, и детям, и судьям, и адвокатам. Единственные, кто богует в этой ситуации, это, наверное, эксперты-психологи. Такая проблема есть, да, но я считаю, что проблема шире. Проблема в том, что, в принципе, какого хрена государство и муниципалитеты, и еще какие-то то, что у нас называется некоммерческие организации, вмешиваются в дела семьи. И тут есть такая языковая ловушка или фатальная ошибка перевода. Потому что то, что в этом контексте, в России, на русском языке сейчас называется некоммерческие организации, это неправильное название. Потому что в основном это фактические филиалы организации, которые у себя в своих государствах называются не некоммерческие, а неправительственные. И многие из них, многие из них являются коммерческими. В том смысле, что у них есть KPI, у них есть обычный нормальный менеджмент. И более того, у них есть прибыль. А некоторые из них просто являются акционерными обществами. То есть и в Конституции, и в римском праве семья является неприкосновенной. Почему? Хотя бы потому, что семья возникла раньше государства. И когда появляется государство, то оно, конечно, ему хочется залезть в семью. И, конечно, оно в семью аристократа не полезет. Оно полезет в семью простолюдин. Поэтому, если мы живем в чем-то, что как-то пытается быть республикой или демократией, то неприкосновенной семье, это очень важный базовый принцип. А к чему сейчас идет европейская цивилизация? Россия это Европа. Но географически и культурно это так. Ну это немного особенная часть. Ну как любая часть нашего организма, она немного особенная. Да, то есть на руках трудно ходить, на ногах легче. Но и то, и другое части нашего организма. И сейчас мы приходим к такому, что... Ну как бы семья неприкосновенная, да, но есть, знаете, вот... Бывают случаи, там люди мучают своих близких. Ломают им психику, ломают им кости. И нужно в исключительных случаях, в исключительных случаях, нужно внешнее вмешательство. Так вот проблема философская и правовая в том, что уже исключительность случая становится презумпцией. То есть, исключительность случая с точки зрения суда часто, ну как бы исчерпывающим критерием исключительности является сам факт вмешательства. И это постановка проблемы с ног на голову. Голова тоже особенная часть нашего тела. Она умеет думать, но на ней трудно ходить, знаете. Ну, можно, но трудно. В принципе, можно, но трудно. В исключительных случаях можно, но лучше этого не делать. По возможности избегайте. Будут очень печальные последствия. И то же самое вот эта ювенальная юстиция, которой у нас как бы нет. На федеральном уровне нет. Но она может вводиться между ведомственным приказом за Байкальского края, каким-то там утвержденными методическими рекомендациями. Это то, что сейчас идет по теме так называемого семейно-бытового насилия. И это очень странно. Но большинство активных, действительно активных на что-то влияющих москулистов, они по убеждениям скорее консерваторы. Я, наверное, скорее либерал. Я рассуждаю с такой точки зрения, что чем больше каких-то структур стоит между государством и личностью, тем лучше. И прозрачность у этих структур должна быть разная. Семья не должна быть прозрачной. Апологеты закона о семейно-бытовом насилии и ювенальной юстиции, они говорят, что семьи непрозрачны. Это их основное свойство. Знаете, лед холодный, огонь горячий. Семьи непрозрачны. Съебитесь нахуй. Это такой же институт защиты личности от государства. Каким, в принципе, должны были быть суды и полиция. Они такими не получаются у них быть. Они должны, ну, не получаются, что делать. Так же, как партии, так же, как профсоюзы, как религиозные объединения, как муниципалитеты, как кружки рыболовов, охотников. Но у семьи особое положение, потому что... Потому что такова природа человек. И... Атака на семью, она приводит вообще к развалу социума. То, что сейчас видно на примере подрастающего поколения. Вообще, довольно глупо критиковать подрастающие поколения, потому что дети и юношество, это наше будущее. Нам, может, не нравится это будущее. Но это будущее. Когда мы состаримся и будем немощны и слабоумны, в руках этих людей будет реальная власть и собственность. И... То, что мне сейчас не нравится, это... Вот эта вот... Культура отмены, культура обидок приводит к тому, что у людей просто драматически падает способность решать конфликты, выстраивать социальные связи. И начинается это с того, что вмешиваются в семью. И проблема в том, что это не государство делает уже в нашей европейской постхристианской культуре. Это делают уже коммерческие организации. Сейчас вводится опять из подволь пока как термин понятие социальные услуги. Вот у нас в районе сейчас библиотека проводит опрос о социальных услугах. Ну, давайте определимся социальные услуги или социальное обеспечение или социальные гарантии. То есть, если богатый человек хочет нанять прекрасную нянечку-сиделочку своим престарелым родителям, это социальные услуги. А когда человек работал, служил обществу, ну, во всяком случае, если за то, что он делал, его не наказывали, значит, он служил обществу. Я так рассуждал. И потом по каким-то причинам ему нужна помощь социальная. Это помощь, это обслуживание. А если мы ставим вопрос, что это услуги, то да, ну, можно там аукцион провести на какая-нибудь компания, которая там в принципе, там, ну, я не знаю, что шпалы делает. Ну, она может, в принципе, чуть понапрячься и диверсифицироваться в сторону вот этого бизнеса. Ну, это один момент. Второй момент, то, что когда Россия пытается обезьянничать и внедрять какие-то методики оценки того, насколько человеку в семье плохо, потому что никого не интересует, когда человеку хорошо. Почему плохо? То часто работает так, что какая-то организация, которая в принципе существует для того, чтобы вот это вот плохо находить, она приносит свою методику и за неимением других такая методика оценки утверждается органом власти. Это противоречит базовым принципам демократии или республики, в принципе, демократия это синоним республики, точнее, это одно и то же слово на разных языках. Соответственно, демократия на греческом, республика на латыни по-русски народовласти или равно власти, наверное, будет точнее. Тасавал, тофины говорят. Да. рик, как там, лаборик по-эстонски тоже равно власти. В основе этого отрицание аристократии. Пока что в основе нашего конституционного строя также лежит отрицание аристократии. Это очень важный философский момент. И отрицание аристократии также предполагает отказ от транжирования семей. Слушайте, я настолько стар, что я даже помню, как в пору моей юности по радио было интервью с сотрудником ОПЕКи, и они говорили, что это очень хорошо, когда в семье каких-то дебоширов, алкашей появляются дети, потому что люди понимают свою ответственность перед будущим, перед будущим поколением. Для этого не нужна методика работы. эти механизмы появились задолго до того, как люди изобрели слово методика. Но, то есть, это такие вещи, которые подтачивают основы государства. Вмешательство государства в семью подтачивает основы государства. Вот об этом можно было бы снять фильм и обсудить его с политиками и депутатами. Ну, а как учитывать мнение ребенка при разводе? Очень просто, ребята, ребенок всегда против развода. Вот я вам даю методику, которая в 100% случаев работает. Мнение ребенка при разводе он не хочет, родители разводились. Вот и все. Спасибо, кто посмотрел. Лайки, дизлайки, лайк, шер, или шер. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров Корректор Корректор Корректор